Смысл, когда мы говорим про каскадеров? Или вы думаете, что просто перепрыгнул и поехали? Поверьте, каждый каскадер это еще и крутой инженер. Потому что обязанность инженера это думать. Причем думать с запасом прочности не на 100, а на 500, а может быть 1000%. Без инженеринга не работает ни один проект. К слову о том, что вращение автомобиля без закатывания планетарки можно. Но машина должна быть отвинтецки мощная. Кстати, планетарный механизм не дает вашим колесам усосаться на поворотах. Здесь все по-другому. Здесь скорость и сжение колес. Это для зрелищности. К слову о том, что автомобиль с планетаркой можно поставить боком, но он не поедет. Планетарка заставит колесо в воздухе вращаться, а опорное на земле будет стоять. К слову о том, что автомобили в деле все модифицированы. Все-все, и даже наши с вами расплющенные, которые вчера еще катались по городу. А когда мы говорим о технике, то вот к вам, как это реально работает. Я вам предоставляю информационную возможность. Вот оно как. Как собрать два передка. Вот как. Каждый инженер, смотрящий мое видео, вряд ли это сможет сделать. В данном случае мы видим конструирование из разряда уникумов. И когда мне говорят о конструкторах, вот вам конструктор. К слову о том, что любая машина гнется. Или вы думаете, что металл не гнется? Не гнется? Да легко. В любой центр, где вам продаются металл, сходите, и вы это увидите. Или вы думаете, что пороги ровные, пока их не согнули, они не становятся ровными? Даже посмотрите, стандартный металл. 0,3. Как он гнется? А как гнется металл из четверки? Когда 4 мм. Так же гнется. Да так же гнется толстый листовой металл. И даже если мы будем говорить о трубах, вы должны понимать, идеалов нет нигде. Это невозможно. Но когда вам впендячивают, что конструктора рушатся, я честно говорю, если конструктор сварен правильно и сделан, то в месте сварки он будет стоять дольше, и там он не разварится. Что вам показывают каскадеры? В любой технике подход таков, что если она сломается, то так как нужно каскадеру, чтобы он смог укрыться. Ничего его не задело. Не каждый раз вы сможете это увидеть. Для этого нужны будни. Иногда, что вы можете увидеть в раз, конструируется несколькими днями. По сути, все актеры и даже Джеки Чан используют каскадеров. Вот только он меньше. И влетает ему по самые не балуйся. К слову, сына Брюса Ли убили, потому что в среде холостых патронов оказался боевой. И вообще, и даже в обычном пистолете каскадер должен быть уверен не на 100, а на 1000%. А когда мы говорим про авто, а есть еще и авиа, тут не просто грамотный подход. Тут инженерия на самом высоком уровне. Да, поверьте, все смотрится красиво. Но не забывайте о каскадерах-инженерах. Им как-то не хочется терять жизнь. Жизнь ведь одна, данная нам Богом. А каскадеры показывают вам, как это делается с умом. Потому что каскадер – это больший инженер, чем мы с вами. Больший. Уж поверьте мне. Это что, какие-то новые поправки к правилам дорожного движения? Кстати, надо в интернете на лист почитать. Что-то я не слышал. Это шутка или нет? Да нет, мы уже не шутим. Да ладно! Итак, друзья, ваши аплодисменты в роли нарушителя Дениса Молчанов.